О потомке Адама! Не позволяйте шайтану совратить вас, подобно тому, как он вывел из рая ваших предков. Он снял с них одежду, чтобы показать им их наготу. Поистине, шайтан и его сородичи видят вас оттуда, откуда вы их не видите. Мы сделали шайтанов покровителями и помощниками для неверующих. Как какой-то человек может стать союзником шайтана? Как какой-то человек может стать другом шайтана? Всевышний Аллах говорит. Совершая дурное, они говорят в качестве оправдания, мы видели, как наши предки совершали это. «Аллах повелел нам это. Скажи им, Мухаммад, Аллах не велит совершать дурное. Неужели вы станете наговаривать на Аллаха то, чего не знаете?» Первое, что делают друзья шайтана, совершают бесстыдные, аморальные, вульгарные действия. Затем оправдываются, говоря, наши предки совершали это. Они пытаются нормализовать это, представляя это чем-то обычным, что совершают все остальные. Они говорят, этим занимаются все, соседи, друзья, семья и общество в целом. Так в чем проблема? Раз все это делают, в этом нет никаких проблем. И самое ужасное из всего, это то, что они возводят клевету на Аллаха и выдвигают оправдание, которое хуже, чем совершенное ими преступление, и хвалятся своим слепым подражанием. Приведем в пример, это харам, и изначально все понимали это и принимали как нечто мерзкое и развращенное. Люди, кто совершал этот грех, делали это тихо, за закрытыми дверями. Позже они начали нормализовать это. Люди с разных общин объединились и даже установили себе знамя, радужный флаг. А что теперь говорят? Аллах дозволил это. Аллах любит равноправие. Из аморального и запрещенного это превратилось в нормальное и дозволенное. Разве это то, что повелел Аллах? Это и есть друзья шайтана. Мусульманин может совершить грех. Всевышний Аллах говорит. Также богобоязненные люди, совершив дурной поступок или навредив себе, вспоминают об Аллахе и просят прощения за свои грехи. А кто прощает грехи, кроме Аллаха? Также они не упорствуют в совершенном ими сознательно. В этом и разница. Друзья шайтана совершают грех, нормализуют его и приписывают это к Всевышнему. Богобоязненные мусульмане совершают грех, вспоминают Аллаха и просят прощения у Аллаха и не упорствуют в грехи. И Аллах аззаваджаль прощает их. Сколько запретов Аллаха люди стали дозволять? Сколько запретов уже стало общественной нормой? Это план шайтана.